Добрый вечер. Начинаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер команды Салават Ю-Лайф, Томи Рямси. Пожалуйста, ваши комментарии, Гудри. Спасибо. Большое команду победил сегодня. Мы были очень сильные, специальные команды сегодня. И я думаю, это был ключевый победитель. Я имею в виду, очень активный, пеналтики и эффективный победитель. Но, в любом случае, я очень рад, что мы играли в большинстве. Большая эмоция. Мы были очень сильные эмоции в нашей команде. И мы действительно хотели победить эту игру. Но, тактически, мы были очень умные. И мы контролировали игру, я думаю, почти 50 минуты. И только после первого первого победителя. Это было очень долгое время, но это самое главное, что я доволен. Я думаю, сегодня мы очень здорово, скажем так, изнутри, изнутри команды большим желанием действовали. Это отразилось на всей игре. Плюс, очень здорово сегодня действовали по нашему плану. Я считаю, что в течение 50 минут этого матча мы держали игру под контролем. Вот тот момент, когда соперник забил первую свою шайбу. Немножко этот момент нас подкосил, скажем так. Однако, до этого и после мы действовали здорово. Мы сегодня противопростояли очень сильному сопернику. Не всегда непросто играть в Петербурге, поэтому это очень важные два очка, что мы здесь набрали. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, переходим к вопросам. Томми, как оцените дебют в этом сезоне Амирова, сам его игрой в этом матче и вообще текущую форму его? Томми, как оцените дебют в этом матче. Он сегодня здорово себя продемонстрировал, хорошо играл шайбы, показал хорошую выносливость. И отмечу, что мы довольны тем, как он сегодня действовал, потому что достаточно недолго, не такое продолжительное время он играл, скажем так, в контактный хоккей после того, как получил травму. И поэтому мы очень довольны, как он быстро становился. Спасибо большое. Пожалуйста. Томми, вы сказали про хороший эмоциональный настрой команды. На ваш взгляд, был ли он вызван неожиданным поражением в Череповце? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, возможно. Это один из моментов, потому что у нас и было собрание по этому поводу, что ребята прекрасно понимают, что стоит побеждать в КХЛ, поэтому необходимы дополнительные всегда эмоции. И рады, что сегодня как раз-таки они это продемонстрировали. У вас в команде играет немало людей, которые много сезонов отыграли в Петербурге. Это Тихонов, Зубарев, Хапезуллин. Чувствовался ли какой-то особый настрой, особое желание показать себя именно здесь? Продолжение следует... У многих игроков, потому что ты прекрасно знаком с ареной, с болельщиками. У тебя есть много знакомых в этой команде, прекрасно знаком с персоналом, поэтому это тоже сказывается. Эти дополнительные эмоции, конечно же, тоже положительно влияют. Спасибо большое. Может быть, есть вопросы из Зума? Да, Максим Иванов, Бизнес Онлайн. Томи, вы недавно говорили, что Хартиканин от матча к матчу становится только лучше, но, судя по последним играм, статистически это не особо заметно. Забивает голы, отдает передачи Гранлут, Маннинин. Постоянно ждем опасности от Кадейкина и Шмелева, а Хартиканин превратился в такого спящего гиганта. Можно ли сказать, что в этом сезоне от Хартиканина в регулярке новых рекордов и погони за званием лучшего игрока в сезон ждать не стоит. Еще один вопрос будет. Продолжение следует... 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 Как я это прежде говорил, нас ждет очень длинный сезон, поэтому, если смотреть при сезоне, да, сейчас у нас есть опции, скажем так, вариативность в этом вопросе, и поэтому мы, наверное, посмотрим, как ситуация будет развиваться, и мысть команда выиграла, и самое главное сейчас. Томи, здравствуйте, с победы вас. У меня короткий вопрос, что с Хафизулиным, он не доиграл третий период, ушел в раздевалку, какое у него повреждение, как его самочувствие? Спасибо. Пока не удалось с врачом детально обсудить этот момент, надеюсь, что ничего серьезного. Добрый вечер, Азамар Шелков, Медиакорсет. Первый вопрос. Финская тройка была на льду во время трех из пяти пропущенных салаватом шайб. Вас не тревожит это? Считаете, есть в этом закономерность? Sometimes it happened, and also today, my opponent had a lot of skillful, good players on the ice, and they wanted to win also this game. Сегодня, в последнее время, они победили нашу первую лайнбуку. Сегодня нашу первую лайнбуку победил два больших партнеров. И команда победит. Я нестатистов. Потому что для него это был лишь первый матч сегодня, после того, как он становился после травмы. И последнее. Что вы поменяли в подготовке после игры с Северсталью? Вы сегодня говорили про желание, которого не было в Череповце. И это единственная, то есть чисто вентальная подготовка. Спасибо. Вы уже не знаете, что вы уже не знаете, или вы уже не знаете, что вы уже не знаете? Ну, это более на самом деле. Ментал, мы уже не знаем, что мы имеем 56 игры. И эмоции идут в голову. И нашим работам, я имею в виду, чтобы мы работаем на своих партнеров. their best ad. It's not easy to get every night 100% out. Yesterday, like I said, we had a meeting about that ad. Boys respond well. Thank you. We continue our press conference. Valery Nikolaevich Bragin, главный тренер SCA. Please, let's start with the comment. First of all, I would like to be извинясь перед Борисовичем. За эти 50 минут команда играла последние 10 минут, поэтому серьезный разговор после игры был в развивалке. Я надеюсь, что больше такого не повторится. Противник, так скажем, нажав сыграл и большинство реализовал. Но, так скажем, с большим уважением мы играли к сопернику, А так нельзя против таких команд играть. Спасибо большое, коллеги, за время задать ваши вопросы. Олег Николаевич, все-таки была над Адмиралом крупная победа, потом поражение, и достаточно такая игра так себе. Сейчас то же самое, крупная с Амуром, и сегодня. То есть все-таки это в голове оседает, что вот так играть начинает? Ну, все-таки, но я бы так не сравнивал, там такие ошибки были с автомобилистом, там ненужные голы мы пропустили. Здесь немножко другая была ситуация. Я еще раз говорю, для того, чтобы обыгрывать эти команды, нужно немножко больше ходить и меньше пространства им давать. Тут немного такой жесткий комментарий от коллег услышал на трибуне, что играли первые два периода команды из разных лиг. Вот как Славочке смотрелось действительно. Я же уже объяснил, что да, такие матчи, чтобы выиграть, нужно от ножа играть, и пространство меньше, тем более у Фея давает меньше шайбы играть. И такой момент в конце шестым Тимкина, на мой взгляд, неожиданно выпустили. Ну, задумка была, что его как столба использовали. Ну, да, да, да. Скажите, вы сказали, что после игры был небольшой разбор, а вот игроки как-то сами нашли объяснение, вот они даже в один из периодов строили оперативное совещание, это вот не помогло. Ну, они, то, что мы им сказали, они согласились. И сами, в принципе, то же самое, как вы сказали. Коллеги, будут ли вопросы из зума? Денис Таипов, Горобзор.ру. Нет, я все-таки один, пожалуйста. Извините, мы сразу подключились. Да, Денис Таипов, Горобзор.ру. Можно сказать, что сегодня сказ, ну, вот как вы уже сказали, да, своим нежеланием и таким вялым стрелением к победе больше сам отдал игру Салавату, чем нежели Салават вас так переиграл? Не понял я. Повторите начало, пожалуйста, не очень слышно было. Можно сказать, что сегодня, ну, ваша команда сама отдала победу, потому что вот так неудачно действовало 50 минут, нежели Салават вас полностью переигрывал. Ну, да, 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 Салават сыграл неплохо, но, я говорю, мы 50 минут плохо очень играли. Неправильно. Спасибо большое. Камера вот здесь, да, в принципе, может говорить любой из микрофонов, все слышно, либо в камеру, пожалуйста, общайтесь. Давай с комментария по игре, значит. Да, хороший, тяжелый матч был. Да, Денис, по матчу, как раз комментарий по матчу. Хороший, тяжелый матч был, в принципе, мы здорово сыграли. Практически не дали ничего сопернику создать. Там последние 10 минут чуть-чуть подсели, может быть. Но так, в принципе, довели дело до победы. Коллеги, вопросы? Добрый вечер. Заман Шелуков, Метя Корсеть. Давайте начнем. Я, как вы себя чувствуете? Ключевой вопрос. Приходилось ли вам в некоторых сменах, так скажем, играть аккуратнее, беречь себя, или вы на 100% восстановились, и все как обычно? Ну, первый период был тяжеловатенько в плане состояния физического, а так, в принципе, к плечу, все нормально. Ждете, что вас вернут большинство в следующих играх? Да, не знаю, как решит тренерский штаб. Я буду стараться, если поставят. Последний от меня вопрос. Локомотив, следующий соперник, он неудобен для Салавата. Довольно давно не удается его обыграть. Обсуждали ли это в команде? Что думаете на этот счет? Спасибо. Ну, пока не обсуждали. У нас тренерский штаб подскажет, что сделать. В принципе, будем играть в свою игру, и, в принципе, я думаю, что это принесет результат положительный. Коллеги, еще вопросы? Да, есть вопрос. Денис Таипов, Горобзор. Здравствуйте. Многие говорят, что вы игрок топ-6. То есть вам некомфортно играть в третьем звене. И, ну, в прошлом сезоне не всегда у вас там получалось, да, так эффективно играть. Можно сказать, что вы в этом году немного пересмотрели свою игру и подстроились под такой активный хоккей? Сначала не слышал. Вы игрок топ-6, и вы игрок топ-6 должны играть в первых звеньях. В прошлом сезоне получалось. Возможно, вы игрок пересмотрели сами. Может быть, пересмотрел, да. Не знаю. В принципе, играю так же, как и играл. Может, просто там за год посильнее стал, не знаю. Куда поставили, в принципе, там игра. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо.